Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Будут приниматься жесткие меры к хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность с нарушением установленных требований. Пляжи на особом контроле. Система круглосуточного наблюдения за предпроезда на автомобили и наведение порядка с торговлей. Как Анапа подготовилась к приезду гостей? Зажигательные попури и рок-баллады. В преддверии курортного сезона бесплатные концерты дает Анапский духовой оркестр. Ну, конечно, ну вот хочется вот это все платье Наташи Ростова. Душу греет. С последнего школьного звонка и на губернаторский бал. Лучшие анапские выпускники готовятся к приему главы региона и осваивают тонкости классического вальса. Анапе могут выделить дополнительные средства из Дорожного фонда Краснодарского края. Наш муниципалитет назван в числе лучших, где своевременно и грамотно распоряжаются средствами из краевого бюджета, предназначенными на ремонт дорог. За подход к работе и качественное выполнение важной задачи губернатор Кубани отметил главу Анапы Юрия Полякова. Тема совещания – использование средств Дорожного фонда. Глава региона отмечает, большинство жалоб жителей Кубани касается состояния дорог в городах и станицах. В этом году на ремонт местных дорог из краевого бюджета направлено 7,4 миллиарда рублей. Раз уже такие суммы мы себе можем позволить на поддержание, ремонт, строительство новых дорог, давайте сделаем так, чтобы этот результат был виден. Анапа названа в числе территорий, где, получив бюджетные средства, оперативно вышли на аукцион, определили подрядчика и отремонтировали дороги. Из Дорожного фонда Краснодарского края наш муниципалитет в этом году получил 121,5 миллиона рублей. В городе отремонтированы улицы Самбурово, Шевченко, Ленинов, в селе Витязево, улицы Горького, Черноморская, Школьная, Степная и Объездная. Но потребность в ремонтах, конечно, сохраняется и высокая. Вениам Иванович, добрый день. Скажите, пожалуйста, Вениам Иванович, 71 миллион, которые деньги сейчас не использованы, будут перераспределяться? Если вдруг будут перераспределяться, мы готовы поучаствовать и до ноября превратить их в асфальт? Глава региона готов поддержать тех, кто показывает отличный результат. Канапа – это российский детский город. И то, что там не делается, делается и для жителей края, и для всей страны. В завершении совещания Юрий Поляков также поручил контролировать освоение средств, предусмотренных на строительство газопроводов. Как у нас идет освоение? Уже июнь месяц. И я уверен, что в ближайшее время, к августу, об этом поднимется тоже вопрос освоения денежных средств. У нас с Министерством сельского хозяйства только заключено соглашение, поэтому мы объявляемся, у нас на завтра размещение аукциона. По Министерству ТЭК аукцион отыграли, сегодня-завтра срок заключения контракта. Ждем от подрядчика сейчас подписанный контракт и приступаем к работе. Речь идет о строительстве газопроводов в Большом и Малом Разноколах, в Гастагаевской и Просторном. Кроме того, муниципалитет направил на рассмотрение три заявки на строительство инженерной инфраструктуры к участкам для многодетных семей в Джигинке, Цибанабалке и Пятихатках. Депутат Госдумы Иван Демченко поддержал инициативу главы курорта Юрия Полякова по строительству спасательного поста на трассе в районе поселка Виноградный и села Джигинка. Об этом народный избранник заявил после осмотра такого же объекта в хуторе «Рассвет». Вместе с председателем ЗАГС Собрания Кубани Юрием Бурлачко они осмотрели оборудование и технику, которая позволяет оперативно оказывать помощь в случае дорожных аварий и реагировать на ландшафтные пожары. По его словам, такие объекты сегодня необходимы, так как речь идет о безопасности граждан. Гости высоко оценили работу муниципальной службы спасения. Также они побывали в городском ситуационном центре. Здесь собирают и обрабатывают информацию почти с 400 видеокамер. Сеть постоянно расширяют. Система «Безопасный город» не только помогает изобличить преступников или хулиганов, но и является сдерживающим фактором. Для Анапы это дважды актуально, потому что, во-первых, это здравница, во-вторых, это детская здравница, прежде всего. Поэтому наличие и успешная реализация этого проекта – это очень серьезное достижение для курорта. Торговлю и сферу услуг в Анапе приводят к единому стилю в соответствии с новым брендом. Большое внимание в этом курортном сезоне будет уделяться порядку в целом и безопасности. Об этом заместитель главы Эдуард Балмашев заявил на заседании Общественного совета города-курорта. Всего курортная индустрия включает в себя более тысячи крупных объектов. Это здравницы, отели, туристические компании, бюветы с минеральной водой. На особом контроле ситуация с пляжами. Их общая протяженность – порядка 19 километров. Арендаторы должны организовать круглосуточное видеонаблюдение. Межсанаторные проезды взяты под контроль. Установлены шлагбаумы и указаны телефоны охраны. Представители муниципалитета при участии полиции и Росприроднадзора будут проводить мониторинг, чтобы не допустить езды по пляжам частного автотранспорта. При этом количество торговых точек там сократили более чем на две трети. В целях эффективного взаимодействия органов местного самоправления и государственных суток с хозяйствующими субъектами потребительской сферы курортный сезон еженедельно будет проводиться с заседаниями Железной комиссии по соблюдению организацийно-потребительской сферы действующего законодательства, на которых будут приниматься жесткие меры к хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность с нарушением установленных требований. Большой курортный сезон не за горами. Главная достопримечательность города, поющий фонтан, уже радует гостей и жителей Анапы. И вот новый подарок. В минувшие выходные начались выступления городского муниципального духового оркестра под управлением почетного гражданина города дирижера Валерия Степанова. Сотни зрителей собрались возле ракушки, чтобы послушать зажигательное попури. В этом году муниципальный духовой оркестр городского театра отпразднует свое 44-летие. Все эти годы им руководит бессменный дирижер, заслуженный работник культуры к бани Валерий Степанов. Не так давно сбылась его давняя мечта. Для оркестра построили сценическую площадку в самом центре Анапы, рядом с летней эстрадой. Теперь музыканты Валерия Степанова дают здесь бесплатные концерты для жителей и гостей курорта. Очень любят свою работу. А у музыкантов должна быть отдача. Не играть же это дома. А вот, пожалуйста, посещаемые стопроцентные. Форма одежды шикарная. Ну, в смысле, то, что мы можем. Инструменты каждого свой. И, конечно, это, прежде всего, это любовь к музыке. Оркестр – это мой инструмент, прежде всего. Это человек, кто у нас не знает, кто такой дирижер. Он же не просто руками машет, а вкладывает туда свою душу. В репертуаре коллектива более 250 композиций. Здесь есть все. Классика, музыка из 80-х и даже рок. Каждое выступление длится час. Но этого вполне хватает, чтобы зарядить слушателей энергией и позитивом. Заряжаешься вот этой положительной энергией. Музыка. Музыка, ну, она просто вдохновляет на какие-то дела, на какие-то мысли. Не знаю, мне нравится. Вообще люблю духовые оркестры. Очень нравится исполнители. Приятно слушать. Атмосфера интересная. Дети нравятся, которые танцуют, которые принимают это все. Ведь мы... Важно не только то, что нам нравится. Возрастное мы умножим с достаточно взрослого возраста. А дети, вот посмотрите вокруг детей, они танцуют и им нравится. То есть это... Я считаю, что это хорошее дело. Выступления духового оркестра с этого дня и до закрытия сезона станут регулярными. По четвергам концерт будет начинаться в 18.30, а по воскресеньям ровно в 18 часов. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Анапа вошла в первую пятерку курортов для отдыха на День России. А российский сервис бронирования жилья выявил, какие направления чаще всего выбирают для отдыха в июньские праздничные выходные. Три курорта Кубани вошли в топ-10 направлений праздничного отдыха. Сочи, Анапа и Геленджик. Наш город лидирует среди десяти самых популярных и по доступности. Сутки проживания в Анапе обойдутся в полторы тысячи рублей. Дороже всего на Селигере – более пяти тысяч. 12 июня на курорте пройдет цикл разноплановых мероприятий, посвященных государственному празднику. Среди них патриотическая акция, спортивный турнир, выставка-ярмарка, рок-концерт и многое другое. С полной программой можно познакомиться на нашем сайте anaparegion.ru. 40 анапских выпускников завершили подготовку к губернаторскому балу. В этом году участников в три раза больше, чем в прошлом. Среди них претенденты на медаль, победители школьных олимпиад и юные спортсмены. С ними занимался один из ведущих хореографов Анапы. Среди молодых людей есть те, кто с нуля освоил не только классику, но и народные танцы. Вальс, без которого не обходится ни один выпускной бал. Также зажигательные латиноамериканские танцы. Давид и Елизавета – выпускники гимназии. Познакомились здесь. До этого практически не танцевали, разве что немного и для себя. Как говорят сами, сначала было непривычно, но потом дело пошло. Занимались около трех месяцев по три раза в неделю. После этих репетиций мы можем назвать абсолютно любой танец и в целом неплохо танцуем. Мы готовы показать это на весь Краснодарский край. Сначала Давид пошел заниматься, что называется, за компанию. Пригласила знакомая из седьмой школы, тоже выпускница. Теперь будет что вспомнить. Елизавета, напротив, поставила себе цель. Я, наверное, класса с девятого просто стремилась. Думала, что когда я буду в одиннадцатом классе, я поеду на губернаторский бал. Это прям была одна из таких самых больших мечт, так сказать, устремлений. Ну и получилось. Ну, конечно, хочется вот это все платье Наташи Ростова. Душу греет. Чтобы попасть на губернаторский бал, нужно претендовать на медаль или стать призером краевой или всероссийской школьной олимпиады. Проявить себя в спорте. В этот раз на губернаторском балу Анапу представят сразу 20 пар. В минувшем году было 6. Три, раз, два. Поехали, смена. Татьяна Денисова, хореограф Центра творчества, готовит выпускников уже около 10 лет. По ее словам, количество не влияет на качество, так как все настроены на результат. Более того, она отмечает, что современные выпускники год от года все больше тянутся к классике. Многих зажатость в плане того, что они привыкли на дискотеке танцевать сами по себе. А здесь надо с дамой, надо уметь обращаться с дамой. И они всегда рады. И наоборот, всегда есть стремление станцевать, именно научиться что-то такое красивое, нежное, грациозное. В этом году одна из тем губернаторского бала – танцы народов, живущих в Краснодарском крае. В репертуаре выпускников – армянские, греческие, адыгейские, казачьи танцы. Это, можно сказать, выпускное занятие. Уже на этой неделе в Краснодаре состоится первая из трех репетиций. Сам бал назначен на конец июня. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Ура! Ура! Каникулы! Школьники средних и младших классов окончили учебный год. Чем заняться в летнее время? Специально для них будут работать специальные досуговые площадки. Одна из них открылась в 12-м микрорайоне. Подробнее в нашем сюжете. На открытии детской игровой площадки собрались большинство пап и мам микрорайона. Теперь их дети на период летних каникул будут под присмотром. Это гарантируют специалисты молодежного центра 21-й век. Большое спасибо 21-му веку, возглавляющей Елене Валентиновне Ткаченко, которая молодец, всегда у них новая программа, дети с удовольствием приходят на этот праздник. У нас в сквере строители, всегда у нас большие, хорошие праздники проходим. И сейчас ждем, скоро должна быть реконструкция этого, реконструкция скоро должна быть сквера этого, он у нас еще красивее будет. Все для детей. Большую поддержку для работы площадки оказывает депутатский корпус. Они обеспечивают работу спортивным инвентарем, канцелярскими товарами и многим другим. На самом деле это уже традиция, традиция 12-го микрорайона, традиция всех, кто здесь проживает. Именно 1 июня в нашем сквере открывается летний сезон, сезон каникул, праздника, солнца. Поэтому я думаю, что это очень хорошая традиция. И мы, как депутаты, с удовольствием эту традицию поддерживаем. Стараемся в этот день немножко порадовать наших малышей какими-то сладкими подарками, призами, конкурсами, ну и в общем создать радостное, хорошее настроение на все лето. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. Для любителей рисовать – пленэр на открытом воздухе. Для любителей спорта – канат, футбол и подвижные игры. Для тех, кто хочет освоить ремесла, на помощь придут мастерские по квилингу и оригами. Позитив очень большой, дети довольны, лица раскрашивает, так вот канат перетягивает, много игр. Здесь вообще всегда шумно, тут школа рядом, два садика. Ну, праздник, сами понимаете. Потом там, я знаю, мороженое давать будет. Такие праздники, конечно, очень нужны деткам, родителям, потому что у нас на курорте сейчас в основном все развлечения платные. Во-первых, это большой плюс для многодетных, особенно родителей, и для детей общение. Эта площадка будет работать до конца лета. Кроме этого, специалистами молодежного центра 21 век планируется организовать подобные досуговые площадки и в сельских округах муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа-регион. Грандиозным праздником отметил свой 33-й день рождения Всероссийский детский центр «Смена». Какие сюрпризы приготовили организаторы в репортаже наших коллег. В этот день друзья и партнеры спешили поздравить любимый детский центр. Росгвардия с утра высадила настоящий десант. Это свободное средство вооружения, подвижение транспортного средства. Мальчишки и девчонки со всей России встречали этот праздник вместе. «Смена» – одно из любимых мест отдыха и дополнительного образования. От нашей команды, от всех, я хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку, за понимание, за помощь. И хочу объявить «Смену открытой». Действительно, где нам еще собраться, как ни в городе-курорте Анапа, в этом замечательном центре «Смена». Будьте счастливы, берегите себя, здоровья вам! В этот день прошли всероссийские акции «Дети за мир» и «Старость в радость», которые организовал Центр добровольчества в смене. На аллее российской славы открыли два новых бюста выдающимся людям России – Сергею Королеву и Владимиру Вернацкого. Сколько эмоций, сколько взглядов, сколько этих молодых лиц, которые я сегодня увидел, этот вертолет, эти площадки. По всей смене они находятся очень интересно. Каждый год приезжаю с большими эмоциями, уезжаю сюда. «Смена» – спасибо! С днем рождения! 60 интерактивных площадок стартовали одновременно в этот день. Партнеры Центра приготовили много необычного для мальчишек и девчонок. Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина не только рассказал о профессии космонавта, но и представил фильмы о космосе. Сюда есть возможность приезжать нашим детям. Это значит, что наша страна, наша Россия, несмотря ни на какое внешнее давление, также развивается и имеет возможность давать такой прекрасный отдых нашим детям. Показательные выступления на воркаут-комплексе, чеканка, мечей и обучение ребят в формате шоу совместно с аниматорами, катание на сегвеях, гонки на велосипедах, фестиваль русских игр, фестиваль ГТО, показательные выступления по спортивной гимнастике, синхронное плавание и бассейн. Каждый ребенок выбирает себе увлечение по душе. А на стадионе можно не только позаниматься спортом, но и пройти мастер-класс от известного баскетболиста Игоря Куделина. Я здесь уже третий год, все меняется на глазах. Приятно удивлен, что весь инвентарь, все корпуса, все обновлено. День открытых дверей проходит, я считаю, очень позитивно и продуктивно, в первую очередь для подрастающего поколения. Фестиваль красок вызвал не только яркие впечатления, но и раскрасил всех участников во все цвета радуги. Гала-концерт со звездами стал ярким финалом дня. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пламбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 5 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее – 19 выше нуля. Ветер юго-западный – от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 15 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова